У меня задача ликвидация личного состава противника. По дальним степям работаю до 1000 метров. Можно дальше, но дальше там особо у меня стрелять негде. В основном дистанции от 450 до 1000. Я работаю поначалу в тепловизор, мне не видно, кто там ходит, без разницы. Если вылез, значит нужно отработать. Нравится моя работа? Ну, тут как на охоте сидишь. Сидишь в засаде, лежишь, сколько бы это время не занимало. Кто-то вылазит, ты отрабатываешь, либо оттягиваешься сразу, меняешь позицию, либо, если она закрытая, лучше пересидеть. Потому что вот сколько раз было, после того, как я отработал, они сразу свои дроны поднимают и ищут меня. Я выбираю позиции укрепленные, то есть работаю либо с каких-то бетонных сооружений, либо с тех мест, куда не подумают, где меня нужно искать. Частенько выкуривают меня минометным огнем. Буквально на последнем выезду я сделал серию из четырех выстрелов, четыре цели. Где-то с полчаса в мой район долбили минометом. Ну, я, соответственно, не выходил. Это было ночью. И под утро я только вышел на рассвете оттуда. Я просто не хочу, чтобы вся вот эта вот зараза пришла на нашу землю. Просто чем дальше мы их отгоним и чем сильнее будем давить, тем лучше. В зависимости от задачи, если нужно выкурить или ликвидировать конкретную цель, то лучше высиживать. А если просто, ну, на отстрел выходить, грубо говоря, то убежал, прибежал, убежал. Между точками своими огневыми перебегаешь. Либо засел на одной и в течение ночи работаешь оттуда. Тут позиция с того, насколько ты аккуратно работаешь. Я работаю либо один, либо в паре со вторым снайпером. Ну, чаще всего выхожу один. Потому что чем меньше народа, тем меньше вероятность, что тебя обнаружат. Работаю я из помещений, пользуясь накидками, которые не видно в тепловизор. Обматываю винтовки всякими тряпками, чтобы не было видно теплого ствола, во-первых. И, во-вторых, хоть и надет на данной винтовке глушитель, но выход пороховых газов, он все равно в тепловизор виден. И поэтому я обматываю чем-то. Либо ткань просто на глушитель навешиваю, чтобы было как меньше следов оставлять. Первое время было страшно в начале своего. Но потом привык, тем более я обезопасываю себя растяжками какими-то. Крайний раз я шесть гранат разбавил на подходах к себе. Один подорвался. Ну, я прошел туда на 150 метров от своего укрытия. Рыболовные крючки и граната. Подорвался. И это был для меня знак, что мне лучше оттуда сваливать. Так я и вышел. Пока там была неразбериха, им было просто не до меня.